Приветища! Это Гидронир и мы продолжаем выращивать наш огородик. В прошлой серии у нас уже поспел первый помидорчик. Вот он, такой красненький томатик. И, конечно же, пару, даже несколько морковочек. Поскольку наши грядочки изрядненько так подсохли, их нужно полить. В противном случае у нас ни шиша не вырастет. Вот, грядочки политы и, пожалуй, можно что-нибудь и собрать. Томатик наш. Вот сюда его кладу. Он очень ценный. Кстати, можно взвесить его и посмотреть, сколько он стоит вообще. У нас томатик у нас стоит 8 монет, а весит он почти полторашечку. Нормально так. Сейчас посмотрим, что у нас с морковкой. Морковка вытаскивается по одной. Можно было садить даже и не несколько семян, а всего парочку. Так, смотри. Морковку мы вытащили, но, тем не менее, она может еще вырасти. Это очень хорошо. Значит, семена заново садить не нужно. Смотрим, что по морковке. Кладем. Морковка стоит дороже и по весу она чуть больше, чем помидор. Ух ты, батюшки. Прямо на наших глазах только что выросло два помидора. Срываем их и, в принципе, можно попробовать сварить супец. Томатненький. Ребята, вот тебе, по-моему, нужен был суп. Вот, и камень нужен. Нет, я ищу чуваков, кто хотел бы отобедать моего супчика. Ты не хочешь супца? Золото вам подавать? Да что? То бриллианты, то золото. Что, никто харчи не хочет? Я знаю, я знаю, что ты можешь... А, у нее нет общих веста. Никто есть не хочет. Обалдеть. Я на квадроцикле еще никого не сбивал. Стоит попробовать. Оу, чувак, извини. Как будто в гольф сыграл. Это капец. Доехал до деревни крестьян. И только здесь нашел чувака, который хочет отведать моих харчей. Это же ужас какой-то. Их теперь еще и искать везде нужно. Тарелку томатного супа, но не простого, а... Смотри-ка, томаты ему порезать еще нужно. Короче, два помидора ему порезать и сварить. Как бы так. Поехали. Сейчас сморганим. Это, получается, у меня готовка и доставка с выездом. Что не сделаешь ради своих клиентов. Скорее всего, я свои первые фермерские деньги потрачу на распылитель. Потому что я заколебался с ведрышком бегать и поливать грядочки. Мне вот, кстати, интересно, а вот рядышком с речкой реально вообще сделать грядочку? Или, может быть, в самой речке прямо? Нет, в самой не получится. Здесь тоже не получится. Только там, где можно копать. Ясно. Итак, нам нужно поставить вот эту штуку сюда, скорее всего. Вот так вот мы это дело ставим. Смотрим, это раскаляется? Нет, не раскаляется. Значит, нужно все-таки поставить так. Вот. О, загорелось, батюшки! Само горит! Без газа и без углей. Ничего себе. Выходит, дальше нам нужно порезать помидоры. Два штука. Это как вообще сделать? Нашинковал! Нифига себе! Нашинковал! Берем это все сюда. Кидаем. И теперь ставим вариться. Оно варится? Ну, кастрюля раскаляется. Шеф-поварим, как говорится, по полной. Кастрюля еще сильнее раскалилась. Что там у нас? Когда бульон будет томатный готов? А есть где-нибудь какая-нибудь риска, показывающая процесс приготовления? И в конце концов она скажет, все, все сготовилось, типа, и можно вытаскивать. О! Вот! Вот как мы понимаем, что все сготовилось. Выливаем сюда. Это на одну тарелку или надо? Так, походу я весь бульон вылил сюда. Такая кастрюля и такая маленькая мисочка. Ну, ладно, мы очень быстро выполнили наш первый заказ. И сейчас мы его отвозим. У нас же с доставочкой, может, на чревые буду рассчитывать. Как же хорошо, что я купил квадрик. Несмотря на то, что в магазине он называется гидроцикл. Почему он называется гидроцикл? Потому что он ездит на воде. Вода это же гидро. Поэтому здесь это не квадроцикл, а гидроцикл. Чувачок! Держи! Гречанный супят свой. На! Приятного аппетита! Поблагодарил меня и выкинул тарелку. Это значит, что тарелки, короче, можно не закупать пачками. Мои первые фермерские деньги. Спасибо! С нашими 23 монетками мы идем. Попробуем хотя бы купить себе распылитель. Хватит ли денег на него? Две тысячи сто не хочешь? Еще пахать и пахать на них. Даже семечка себе не могу позволить. Сколько разнообразия. И лук, и брокколи, свекла, кукуруза. Поеду-ка я дальше искать своих клиентов. Ого! Вернулся, а у меня тут огород. Огородище прям, смотри, как попер. Короче, хочу собрать все помидоры и отвезти торгашу, который скупает помидоры. Посмотрите, он мне заплатит за них обычной монетой или фермерской? Тазик мой с помидорками утопился. Приехали. Вот он, этот типок. А у тебя, кстати, нет квеста? Нет, никакого. Ничего он не дает. Держи. Значит, вот, он помидоры хочет. А я изначально думал, что это яблоки. Кладем. Блин, обычной монетой. Нафига мне это надо-то? Обычной монетой. Мне фермерской нужна. Товарищи рыбаки. Есть те, кто хочет отведать мои харчи. Я всем рад. Например, вы, месье. И шести помидор. И шестьдесят пять. Конечно, давайте, месье. Я возьму. Нарезать шесть помидоров и сварить томатный супик. Так, у меня тут сколько томатов? Раз, два, три, четыре, пять. Еще одного не хватает. Блин, когда же он вырастет? Месье Седа Кулинарье готов приготовить вам томатное супье. Пока мы ждем шестого томата, можно все это подщикать. И в кастрюлечку все это красивенькое положить. Последний томатик позрел. Ну надо же. Он как будто меня услышал. Остается только водички набрать. Вот Стазика пойдет? Пойдет. Я там недавно труханы как раз остернул. Будет с душком супчик. С любовью. Ой. Ну это прям как-то чересчур у меня получилось. Я хотел салфачок типа сделать. А вышло, что я носок свой там сварил. А я вот так вот хотел сделать. Приговариваю тебя, супец, чтобы был вкусненьким. И душистым. Я за порции супца пришел. Как-то странно, что мой большой палец протыкает и чашку, и тарелку, и ложку. Ладно, кидаем, короче, чашку и заливаем. Надеюсь, что рыбак будет доволен. Дорогу! Бинго! Месье с пылу... С пылу... С пылу с жару! Вот ваша харчовня. Приятного вам аппетита! Почему вы все так тарелки съедаете? Спасибо за денежку. 65. Итого... Итого у нас теперь... Надо вот так вот сделать. Сложить все монеточки. 88 монеток. Маловато будет. Надо еще работать. Ой-ой-ой! У нас квадроцикл мигает. Скорее всего, это лампочка бензина. Ну, то есть воды. Ну да, воды в нем маловато. Что будет, если я сейчас его загоню прямо сюда? Набралась вода? Нет, не набралась. Походу, придется заправлять вручную. Ладно, не вопрос. Берем ведерко. Зачерпываем. И прямо вот сюда выливаем. О! Как это круто, что за бензин не надо платить. Бензин – это вода. Вот что значит гидроцикл. Просто заехал в первую попавшуюся речку. И заправился. Приехал, короче, к фермерам. Потому что я тут видел лейку в прошлый раз. Вот она. И на нее у меня бабосиков хватает. Вот эти вот бабосики кладем сюда. Берем, значит, леечку. И мои мороки с ведрышками закончились. Дальше. Можно взять коробку с семенами. Ящик для семян. Но думаю, пока что мне это не нужно. А вот корзину, в принципе, вполне можно. Можно. Можно вот туда морковку складывать. И есть еще вот такой вот горшочек. Цветочный. Переносной горшок для посевов. Ну, то есть, мы же тут еще можем и кактусы выращивать. Вот, смотри. Цветочки какие-то, ромашки. И деревья. Березу всякую. Сосны. Также я тут нашел модуль овощерезка. Чтобы топориком не мельчить морковку или помидоры, можно просто сюда вот кидать. И оно шинкует автоматически. Еще есть, типа, холодильника. Ну, тут называется эта витрина для нарезанных овощей. Ты там нарезал и все вот сюда вот поскладировал. И оно хранится очень долго. Но, есть один нюанс. Хранить здесь можно только один тип овоща. Это, конечно, не очень круто. А еще вот что нашел. Доска задач. Я вот хотел это прикупить. Что у меня там по деньгам еще? 81. Прям вот тютелька в тютельку. Я как-то на квадроцикле своим это все увезу или нет. Надо попробовать. Надо, короче, лейку в корзинку. И вот это тоже в корзинку. Вот. А вот это я вот фига узнает, как везти вообще. Ай! Ну чё? Держится вроде бы. Вроде бы держится. Ничего себе. Я от первого лица еду. Обалдеть. Черт, она все равно падает. Нет! Как с тебя везти? Не хочется брать большую машину. Совсем не хочется. О! О! Как-то, как-то получилось закрепить. Ну, поехали. Посмотрим. Вроде даже везется. Ничего себе. Ай да я. Ай да мастер перевозки. Дорогу! Ну, в этот раз удачненько пульнул. Мне теперь нравится так прохожих пулять. Ох, как его на вершину-то. Там вид, между прочим, отличный. Вот мы и дома. Как-то мой огородик поживает. Огородище, я бы сказал. Ну, ничего нового тут пока не растет. Что очень странно. Привез я корзинку. Сюда морковочку. Скидываем всю. Я только сейчас обратил внимание, что пишут, когда я морковку держу. Идеально для носа снеговика. Вся проблема, что тут как бы лето. И снега на этой территории не бывает. Но если я туда проеду, в горы, то там снег есть. Но снеговика я, к сожалению, наверное, не слеплю. Так, значит, берем теперь доску. Доску объявлений. Она у нас будет где-то здесь. Вот так вот. У меня тут уже и кое-что есть. Нужен... Блин, я все забываю про этот кинжал. 200 килограмм золотых. Ой, сложный кивес, но... Может, когда-нибудь получится его сделать. Как прикрепить эту бумажку? О! А-а-а! Блин, я не так поставил эту доску. Черт подери. Вот так вот, что ли? Ну-ка. Во! То есть я всего два задания могу на эту доску повесить. Вот под эти гвоздички. Ну, по крайней мере, так цивильно. Эти свитки нигде не валяются. Дальше. Нужно опробовать нашу леечку. Что у нас тут? Ничего даже не подсохло? Серьезно? Ну, пойду хотя бы просто воды наберу в нее. Вот так вот и... Вот так вот мы поливаем. Раз, два, три, четыре. Ага, то есть этой лейке можно сразу четыре грядочки полить. Ну что ж, это хорошие новости, а я пошел спать. Двери закрываем. И на боковушечку.